Так, друзья мои, всем привет! Начинаю сооружать водопровод на участке. Из материала, который у меня валялся в гараже, куски труб, уголки, тройники, в общем, краны даже старые, вон те, которые уже нигде нельзя использовать на квартирах, но на участке это использовать можно. Поэтому из всего этого я решил сделать водопровод, сделаю полив для теплицы, также будет еще рукомойник, который будет находиться возле мангала. Ну, в общем, сделаю так, чтобы на участке у меня появилась наконец-то вода, и можно было спокойно мыть руки, и также протянуть трубопровод к студии. Вот к этому сооружению, где у нас будет вот в этом месте, на этой стороне дома, будет находиться туалет с ванной. С этой стороны у нас будет кухня тоже, и будет нужна вода. Ну, и потом постепенно мы сделаем еще и канализацию, чтобы можно было уже нормально пользоваться благами цивилизации, принимать душ, ходить в туалет и мыть руки. Ну, также мыть посуду на кухне. В общем, все это мы будем делать на этом участке. А пока я делаю водопровод для полива, ну, и потом, соответственно, протяну все это в дом. В общем, вот такие вот кусочки труб, так как у меня находится бочка вон там наверху, и не очень удобно там лазить с утюгом, поэтому сейчас все заготовки я делаю на земле. Это мой старенький древний утюг, который до сих пор работает. Наверное, еще один из первых. Так, ну нет, это не первый. Первый у меня он лежит где-то в машине, а это один из первых утюгов, которые я использую до сих пор. Так, вот тут, видите, все перемотано изолентой. Кстати, надо провод поменять. Так, сейчас я спаяю и покажу наверху, как это все у меня будет выглядеть. Итак, продолжаем творить и вытворять. Соединил трубу. А вон она вошла в ванну снизу, там, через сифончик. Позже покажу. И потом труба вот зашла здесь в теплицу. Вырезал такое отверстие. Здесь у нас такой вот механизм открывающий. Прорезал поликарбонат, и, в общем, труба зашла в теплицу. Сейчас здесь такая жара, прям невозможно. И вот здесь трубка, здесь кранчик поставил. Далее уже будет система полива. Ну, предварительно, я думаю, что трубу протяну до конца теплицы. 6 метров. Фу, тут жара. Примерно, не знаю, градусная, 45-50. Так, дальше здесь у нас кран встал для умывальника, который будет здесь вот, заместо ковшика. Здесь я сейчас еще поставлю кранчик для того, чтобы перекрывать воду в бочку. Ну, то, чтобы она постоянно не набиралась. Ну, и, соответственно, там уже подиже у нас пойдет туда. Сейчас еще вот это все надо убрать. Фух, жарко сегодня. Заволышко светит. Классно. Прямо самое то работает на участке. Так, вот это барахло убираем и продолжаем работать. В общем, произвел подключение. Здесь у нас вот труба вот лежит. Там будет еще одно соединение. Далее здесь будет несколько тройников, которые будут подключаться для полива картофельного поля. Потом вот эту всю трубу я закопаю. Здесь вот я уже прокопал ямку где-то примерно 10 сантиметров под землей. Так как зимой здесь воды не будет, мы всю эту воду будем выгонять. Поэтому сильная глубина здесь нам не нужна. Вот. Далее подключил с помощью вот такого тройника для ПНД трубы. 25-е ПНД и 25-е полипропилен. Они одного диаметра, поэтому можно таким вот образом делать подключение. Далее здесь уголок и пойдет вода в ту сторону. Пока не стал подключать, потому что здесь тоже не разобрал. А вот это место сейчас можно уже закапывать. Далее здесь вот у нас установил кран. Здесь обратный клапан. Бывает так, что водичка заканчивается в скважине, поэтому чтобы в обратку все вода не уходила, обратный клапан будет это контролировать. То есть есть у нас резервуар наполнился. Все, мы отключаем кран, перекрываем воду. И здесь уже не течет. Так, все, значит, там выключили, все убрали. Единственный момент, что вон то соединение, которое вот это вот соединение, мне не очень нравится. Я думаю, сейчас я запущу воду, проверю, и уже посмотрим, насколько она герметична. Если нет, то будем сейчас ее тоже переделывать. Но надеюсь, она все-таки герметична, а то неохота что-то там ничего переделывать. Потому что все у нас здесь запаяно. Подключать будем вот в этом месте. Здесь у нас был временный уголок, так как на него не было необходимой резьбы, только с углом. И шланг в эту сторону. Сейчас я здесь поставлю тройничок, вот такой 25 на 20. Устанавливаю полипропиленовый кран с направлением в ту сторону, в сторону картофельного поля. Ну, в общем, как я предполагал, у нас там ничего не получилось. В общем, конструкция была хлипенькая, и она потекла. Поэтому я сделал новую. Это уже совершенно другой вариант. Это предназначен для ванн. А та тоже была предназначена для ванн, только она была сделана из верхней части, где у нас находится перелив. А это у нас как раз вот нижняя часть. Мы вниз просто заглушили, вырезал отдельно такой вот пластик. Здесь с внутренней стороны установил резину. И теперь вот эту вот штуку нам нужно будет поставить туда. Но возникает одна проблема, то что ванну целиком мы разобрать не можем, поэтому нам каким-то образом нужно это все сделать снизу таким вот тонким, деликатным способом. Вот. Ну, сейчас, в общем, будем это пробовать. Для этого у нас есть вот такие вот резиночки, которые предназначены для монтажа ванн. Сифона на ванну. Вот, соответственно, вот эта вот деталь. Ну, и в принципе, я думаю, все. Сейчас с помощью плоскогубцев, ключей мы каким-то образом разберем. Там у нас вот такой вот болт. Вот гаечку нам нужно открутить и все это собрать. Но вот уже будет внутри. Как у нас получится, посмотрим. Поехали. Вот, смотрите, вот так это все выглядит. Естественно, эта деталь не предназначена для того, чтобы стоять под ванной. Этот момент делал не я. Мне привезли уже такую ванну, поэтому сейчас я это буду переделывать, чтобы установить туда нормальную деталь, которая впредь не должна вот так капать. Снимаем, смотрим, делаем. На что интересна была надежда, когда вот столько силикона сюда закачали. Думали, что все получится, течь не будет. Ну, в итоге, со временем все это потекло. Да, силикон не всегда помогает и спасает в этой ситуации. Вот такая вот резинка, которая предназначена для таких вот целей. Вот ее нужно установить. А вот этот элемент, он, возможно, где-то он и подойдет, но не в нашем случае. В нашем случае это не работает. Ну вот, смотрите, вот эту штуку мы вытащить не можем, поэтому нужно все сделать через нее. Ну, то есть, вот так, как я сказал, деликатным способом. Да и болт тут тоже длинный, его тоже как-то надо подрезать будет. Посмотрим сейчас. Почистить надо все здесь. Ну, в общем, я замерил вот этот вот момент. Вот здесь вот карандашик моя прочерчена. Вот я вот так вот заснул сюда деталь, замерил, где мне нужно обрезать. Это получается вот примерно вот в этом районе. Сейчас я болтик вытащу. Кстати, смотрите, резинку я сюда благополучно уместил. Сейчас я вытащу болтик болтик, и его нужно будет подрезать. Вот он сам выпопал. Так, вот. Короче, есть контакт. Пошли резать. А лучше я отрежу новый болтик, да? Потому что старый, уже старый. Ну вот, контакт есть. Подрезал болт. Вот, в общем, наша заготовочка есть. Теперь пойдем его устанавливать на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая вот резиночка. И вот так мы ее закручиваем. Ну что ж, соединение вроде надежное. Ну, заполню водой, допроверим. Пока все. Итак, первый запуск получился неудачный. Вот отсюда подкапывать начало. Сейчас еще добавлю резинку и немножко гайку надо будет шлифануть. Потому что упирается вот в эту трубку и не дает ему зажаться полностью. Ай, да, резинка почти что не зажалась. Надо усилить. Добавлю резинку и под шлифую гайку точно. Ну, в общем, я детальку по-быстренькому доработал. Теперь ставим ее на место. И будем проверять еще разок. Ну, надеюсь, это будет уже завершающий момент. Все, готово. Запускаем. Водичка пошла. Здесь у нас все сухо. Пойдем внутри посмотрим. Вон она набирается, родимый. По чуть-чуть, по чуть-чуть наполняем. Вон отражение светится. Все, ждем. Нормально. Итак, ну, что я могу сказать, резюмируя это видео. В общем, завершил я процесс прокладки трубы. Запустил воду. Теперь она наполняется в резервуар. Ну, и в следующем видео, я думаю, вам покажу, как я подключу воду в теплице. Ну, и соответственно, выведу воду на рукомойник. так как сейчас я буду заниматься именно вот этим процессом. Ну, а для вас пока все. Всем хороших выходных. Пока-пока. И, кстати, надо найти барашек на этот кран. Он у меня сломался, потерялся. И, в общем, теперь пока без него плоскогубцами крутить приходится. А этот момент можно уже засыпать. прям очень хочется запечатлеть этот момент. Смотрите, вот она водичка. Она уже почти дошла до края бочки. Классно. Все. Остальное у нас сухо. Нигде ни капли водички не просочилось. Это очень-очень-очень хорошо. Да. В принципе, все все хорошо. Можно выключать и пользоваться. Отлично. Все. Бочка готова. Время.